История предков герцога и герцогини пересекаются самым неожиданным и драматичным образом. О том, как порой причудливо тасуется колода в контексте генеалогии, рассуждал известный персонаж Булгакова. И принцу Гарри с Меган Маркл наверняка довелось увлеченно пообсуждать этот вопрос. Как выяснилось, у герцога и герцогини очень много общего. Отец американской актрисы, продюсер Томас Маркл является потомком капитана Кристофера Хасси, который из Британии прибыл в Массачусетс в 1632 году. Кристофер Хасси – проправнук Ральфа Боуза, шерифа графства Дарим и владельца замка Стритлем. А проправнучка внука Ральфа Боуза Джорджи Мэри в 1767 году вышла замуж за Джона Лайона, графа Стратмар и Кингхорн. Так объединились династии Боуз и Лайн. Таким образом, у Мегана обнаружилась связь с Ее Величеством в 15-м поколении. Один из прапрапрадедов Меган, а именно лорд Хасси, первый барон Хасси Слифорда, член Палаты Лордов и великий коммергер принцессы Марии, в будущем Марии I, также известный как Мария Кровавая. В первой половине XVI века стал одним из участников благодатного паломничества крупного восстания против Тюдоров, точнее против короля Генриха VIII предка Гарри. Главной причиной восстания было закрытие королем католических монастырей после разрыва с римско-католической церковью. После подавления бунта Генрих VIII отдал приказ обезглавить лорда Хасси. Связь Маркл с восставшим бароном Хасси обнаружил Майкл Рид, преподаватель из Австралии и большой фанат исторических исследований. Это невероятно. Один из прапрапрадедов Меган был рабом, другой крупным землевладельцем королевских кровей. Генеральный директор Востедрос Гебрисус, принц Гарри и Меган Маркл выступили с открытым письмом, в котором призвали лидеров стран G20 содействовать решению проблемы неравенства в доступе к вакцинам от коронавируса в мире. В своем письме принц Гарри и Меган Маркл утверждают, что обещание пожертвовать вакциной из этих стран не доходит до самых уязвимых слоев населения планеты. В материале они называют доступ к вакцине COVID-19 как фундаментальным правом человека. Это произойдет в преддверии саммита G20, на котором в Риме соберутся лидеры самых богатых стран мира. Ожидается, что экологические вопросы будут занимать видное место в повестке дня G20, но восстановление после пандемии, вероятно, также будет фигурировать в дискуссиях между мировыми лидерами. Они обрушились на лидеров G20 и G7, заявив, что данные обещания не приводят к тому, что люди во всем мире получат столь необходимые вакцины. В июне на саммите G7 лидеры объявили о готовности отправить 1 миллиард доз препаратов в страны с низкими и средними доходами. Но при этом сегодня из почти 7 миллиардов примененных в мире доз только 3% приходится на государство с низкими доходами. Где остальные? ХМЭТа случайно не тот саммит, который участвовали члены КАЭС? Почему они не пишут открытое письмо президенту Джо Байдену? Все мы из разных стран происхождения и жизненного опыта, но у нас общая цель – бороться с глобальным неравенством. Герцоги Сассекские продолжают требовать, что каждый должен был бы делать все, что в их силах, чтобы доставить дозы вакцины как можно большему числу людей по всему миру в правильном порядке. Обещание не перевод ядцев вакцины, которые доходят до людей, которые в них нуждаются, констатирует Геобрисус, принц Гарри и Меган Маркл, подчеркивая, что лидеры G20 имеют право ускорить раздачу давно обещанных пожертвований и взять на себя обязательство сломать запрет, который страны, производители и фармацевтические компании в настоящее время имеют в отношении доступа к вакцинам и способов их производства. В письме также утверждалось, что многих препятствий в распространении вакцин против COVID можно избежать, включая неспособность или нежелание стран-производителей вакцин и фармацевтических фирм делиться своими вакцинами. Открытый документ завершается следующим. Есть много кризисов, с которыми вы, управляющие нашей планеты, должны справиться в эти выходные. Чрезвычайная климатическая ситуация, состояние нашей глобальной экономики, подтверждение приверженности многосторонности. Тем не менее, во многом реализация этих приоритетов зависит от того, сможем ли мы победить эту пандемию. Единственное решение сотрудничества исторической пропорции. От этого буквально зависит жизнь. Мадам все-таки рвется в политику. Или просто предположение. Члены королевской семьи продемонстрировали свою поддержку королеве, по сообщениям по очереди навещая ее в Виндзорском замке и поддерживая ее компанию по телефону, когда она выздоравливает. Согласно королевскому инсайдеру, принц Уильям и Кейт прислали букет цветов и сладкие открытки от своих детей, в то время как принц Гарри остался чувствовать себя беспомощным в Монте-Сито. Источник, близкий к королевской семье, сообщил изданию знаменитости Юэс Викли. Королевская семья впала в состояние паники, когда услышала, что королеву госпитализировали, и по очереди звонят ей каждый день и навещают ее в Виндзорском замке. Они добавили, что принц Уильям и Кейт прислали огромный букет цветов, в то время как ее правнуки прислали добрые пожелания и открытки. Говоря о принце Гарри, источник сообщил, что принц впал в панический режим, услышав о своей бабушке. Понятно, что Гарри следит за новостями из своего дома в Лос-Анджелесе, сообщил Юэс Викли неподтвержденный источник. Он чувствовал себя беспомощным, находясь в Монте-Сито. На фоне этих событий, по словам экспертов, принц Гарри и Меган Маркл могут на время забыть о своих разногласиях с королевской семьей и вернуться в Британию на зимние праздники. По данным источника КС и сотрудники Букингемского дворца прорабатывают план действий на случай приезда герцогов сасекских. Необходимо оградить королеву от всяких волнений, связанных с этим возможным визитом. Только вот многие сомневаются, что Меган Маркл с детьми приедет в ПБ, сделают ставку в основном на Гарри, а Меган присоединится виртуально. Принц Гарри и Меган Маркл проведут Рождество в Великобритании из-за болезни королевы. На прошлой неделе королева Великобритании Елизавета II вернулась в Виндзорский замок после того, как провела день и ночь в больнице. Врачи доставили 95-летнюю Елизавету II в больницу 20 октября. Она провела там ночь и была выписана на следующий день. Во дворце уточнили, что в больнице королева должна была отдохнуть и пройти несколько предварительных обследований. По словам представителя дворцы, сейчас она пребывает в хорошем настроении. Известно, что королева была в частной больнице короля Эдуарда VII в Лондоне. К сожалению, из-за госпитализации Елизавете II пришлось отменить поездку в Северную Ирландию, планировавшуюся в этом месяце. А также на днях монарх заявила, что пропустит конференцию ООН по изменению климата, которая пройдет в Глазго. В настоящее время все представители монаршего двора очень сильно переживают за состояние королевы. А сегодня стало известно, что сбежавшие из королевской семьи принц Гарри и Меган Маркл собираются приехать на Рождество в Великобританию. Чтобы морально поддержать монарха, а также познакомить ее величество с малышкой Лилибет. Пара поприветствовала свою дочку этим летом, и по сообщению источников Елизавета II, так и не смогла увидеть даже фотографию новорожденной внучки. Оказалось, что госпитализация королевы привела Гарри в паническое состояние. Кроме того, источники сообщают, что принц чувствует себя беспомощным, находясь за 5000 миль в Монте-Сито. Однако представители королевского двора пока не дали добро на приглашение Гарри и Меган отпраздновать Рождество вместе с монархом. Сейчас обсуждаются вопросы, следует ли отправлять приглашение Меган и Гарри после того, как они отвергли одно в прошлом году, поделился источник. Кроме того, королевский биограф Анджела Левин заявила, что монаршая семья все еще испытывает проблемы с доверием к Меган и Гарри. Особенно после того, как принц пожелал выпустить мемуары о жизни в Букингемском дворце. Королева была бы счастлива, потому что она обожает Гарри, а также любит детей, даже если она не согласна со всем, что они делают. Я думаю, что для других членов королевской семьи это довольно тяжелая ситуация, им нужно дать какое-то время. Я считаю, что будет очень-очень сложно, если они приедут, потому есть ощущение, что семья не сможет им доверять. Ведь Сассекские могут использовать это для своего следующего документального фильма или книги, объяснила Анджела. Сейчас все поклонники британской королевской семьи надеются, что Гарри, Меган и все остальные представители монаршего двора отложат свои обиды. Драму недосказанностей вместе насладятся таким чудесным праздником, как Рождество. Принц Гарри так и не успел попрощаться со своим любимым дедушкой, принцем Филиппом, сейчас Сассекский не имеет права на ошибку и не может позволить себе безвозвратно потерять королеву. Герцогиня Сассекская вновь в центре внимания. После скандально провального письма к сенаторам США, в котором Меган потребовала введение национальной программы оплачиваемых отпусков по семейным делам, программа уже давно подготовлена и обсуждается Конгрессом США, и в котором солгала. Что работала с 13 лет, по законам штата Калифорния для нее это было невозможно, она решила, что маловато ее присутствие в поле зрения СМИ. Ну или издатели ее детской книги «Скамейка Пенгвин Рэндом» вы сочли, что подвернулся удобный момент для рекламы провалившегося продукта. Меган уже и рассылала свой опус по библиотекам и приютам США, и в школе в Гарлеме деткам из бедных семей Дарила, чтобы повысить знания английского языка, а телега и ныне там. Не продается ее творение, не приносит издателям прибыли. Так что уселась Меган Маркл перед объективом видеокамеры и зачитала «Скамейку» вслух. По версии издания Daily Express, действо сие происходило в саду поместья герцогов Сассекских в Монте-Сито. Видео размещено на YouTube-канале Brightly Storytime, который принадлежит издательству Penguin Random West. В простенькой голубой блузочке и синих джинсах. С минимумом макияжа, но максимумом фильтров герцогини. Стянувшая волосы в хвостик и не обвесившаяся на сей раз бриллиантами. Надеюсь, ей наконец-то объяснили, что бриллианты приличные женщины носят только после 18. 00. Исключение обручальные кольца или экстраординарные случаи вроде появления королевы на публике, герцогиня не только прочитала свою книгу из 187 слов, но и немного поговорила. В частности, сообщила, что на создание книги ее вдохновили отношения ее мужа Гарри с сыном Арчи. Она написала это стихотворение для своего супруга, чтобы отметить его первый день отца. Через месяц после рождения Арчи, а потом решила, что стих должен стать достоянием широкой общественности и заключила договор с издательством, чтобы ее творчество стало книгой. В видео Меган объясняет, что делает скамейку особенной. Сегодня я собираюсь прочитать вам мою книгу под названием «Скамейка с иллюстрациями Кристиана Робинсона». Я попросила его сделать для меня что-то необычное и использовать акварель техника, в которой он практически не работает, и он воспользовался ею, чтобы моя книга стала особенной. Я написала это как стихотворение для моего мужа и нашего сына Арчи, а затем превратила его в книгу, чтобы вы тоже могли наслаждаться ею. В книге действительно много иллюстраций, показывающих взаимоотношения отца и сына, в том числе и картинка, где папа с отпрыском репетирует балетные па, облачившись в пачке. Закончив чтение, Меган закрыла книгу и сказала «Надеюсь, вам понравилась скамейка. А мне понравилась возможность поделиться ею с вами. И теперь я надеюсь, вы сможете пойти и найти свою собственную специальную скамейку, или стул, или маленький тихий уголок. Просто место, которое значит для вас что-то, чем вы можете поделиться с кем-то, кого любите. Хорошего дня и вернитесь на канал Brightly Storytime в ближайшее время на него стоит подписаться. Издательство Penguin Random US намерено также выпустить мемуары принца Гарри о его жизни в королевской семье.